итак третья карта сетка проигравших пятая класс против поколения чудес сейчас решается кто пройдет дальше подрудненные сетки и будет бороться за призовой фонд в размере 100 тысяч гривен или кто покинет наш турнир к сожалению оба коллектива достойны того чтобы бороться за звание чемпиона пятая класса поколения чудес показали что в моменты когда нужно побеждать когда нужно показывать силу они способны как бы демонстрировать невозможно и чудеса и о тени пятая класса в своей поза предыдущей игре хотели взять эту комбинацию они взяли и и и решили за тени на следующий на следующей стадии но к сожалению него сразу запретили поэтому они не смогли его взять по невероятно это их не одна из самых худших комбинаций потому что раз они так отчаянно хотят ее взять то она отработана и готова и принципе и о это они любят этого персонажа довольно часто его берут так что посмотрим взяли не уже эр спирита и что парейшн а четверка и пятерка для команды поколения чудес в принципе не очень хорошо они очень хорошо синергируют друг с другом эр спириты есть огушение если он ему упадет то анчин парейшн может жить успешный cold fit в итоге это будет крайне долгое оглушение так что неплохая связка плюс еще против и и и тени анчат парейшн неплохо работают говорят свои ультимативные способности и он не может быть он уже не такой эффективный плане лечения что не может включить запрещает рейзера морф линга у нас раз забанили морф линга потому что решили что если нельзя ли парейшн она значит возможно они не могли его запретить и сами возьмут героя плюс он еще он очень хорош против и а потому что можно уничтожить с помощью это рио боя так что выбор довольно таки хорош запретов поколение чудес пока не совсем понятно по какому алгоритму пытаются запрещать героев раз что рейзер плюс-минус понятные потому что это автономный герой здесь уже понятно что и о будет помогать только тайне только стоять с ним на одной линии это остается только один саппорт который будет будет совершать ротации по всей карте из-за этого нужен независимый какой-то герой который может стоять один и неплохо тот февер то же самое shadow shaman 2 саппорт в принципе очень хорошо опять же это задумка на супер быструю игру тайне очень хорошо ломает здание с другой стороны из shadow shaman свои ультимативные способности serpent wards которые также очень очень хорошо справляются с уничтожением каких-то строений как башен так и бараков так и святилищ нужно подготовиться пока не чудес к безумной агрессии укрепить свои линии иначе им будет худо нельзя бы какого-то супер независимого фейнера как минимум для начала которым вообще не нужно помогать если что если вы какие-то проблемы на линии он может уйти в лес и там по зарабатывать деньги при этом достаточно плотно и для того чтобы переживать все способности тени и возможно шитов шамана и так далее возможно какой-то bristol бэк например он неплохо может защищать линии кентавр ну то же самое вот да это вполне себе независимый герой который может спасать от тайни от шедов шамана и так далее но потом еще соберет аганим из-за этого урон который наносят все эти персонажи все будущие персонажи будет значительно уменьшаться очень неплохой выбор крайне толстый переживает любой прокаст если еще соберет худо в дефайн что вообще будет бессмертным ну скобках нет но крайне живучим теперь нужно взять оффейнера и керри и опять же это должны они должны подходить к стратегию стремительного террора на линиях никс ассасин оффлейн интересно не совсем понимаю зачем вы взяли то что вот как раз террор на линии это не он не совсем никс ассасин конечно когда берет вендету на шестом уровне очень часто начинает путешествовать по линиям тут можно он может работать разведкой благодаря своему тиммейту для тени и и открывать местоположение противника в вражеском лесу и с чем последует телепортация ну в принципе нормально да но точно могли бы взять что-то получше и поинтереснее особенно учитывая то что у поколения чудесней так уже много героев с основной характеристикой интеллекта таких именно таких никс ассасин особенно силен его серебро бы брать то если вы там был бы какой-то out of the hour рейнбокер у поколения чудес вин рейнджер вин рейнджер на центральную линию но она принципе у него основная характеристика интеллект у него есть power shot который нормально так напрягает как героев так и волны крипов плюс у нее есть контроль неплохой она может пережить но не переживает весь прокаст тени но при этом она может просто ну убежать него у него есть винран она быстрая может выращиваться ну принципе не сам пухой выбор я давно уже не видел вин рейнджер в центре что принц пират другой стороны кстати это может быть кентавр в на легкой линии он может фармить кентавр керри таком случае вин рейнджер может быть и во фоне потому что я все чаще и чаще вообще в последнем месяце вижу именно кентавр на такой позиции основной не сказал бы что это тут будет эффективно в этой игре но вы посмотрите на 5 класс у них очень мало героев основной позиции все зависит от их последнего пятого выбора надо посмотреть в общем любом случае у поколения здесь есть какое-то подобие гибкости они могут придумать поменять линии и адаптировать свой набор под конкретные действия противника с другой стороны пятая класса он очень ограничен шагер на вот все-таки китавр в сложную ведет на конечно обидно что именно у пятого класса есть последний выбор ты немного мешает наверно интересно какого не последнего героя возьмут должен какой-то легко разгоняющийся герой может шедуфин какой-то на легкую против кентавра нет 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 это плохо какой-то очень легко урса уж то выглядеть неплохо сложно придумать драгонайт еще неплохо в принципе он не запретили у нас здесь был очень хорошо она запрещена я бы взял бы драгон на это наверное здесь он как раз вот плотный может идти впереди может собрать хорошо герою в силер тоже неплохо он съедает кентавра принципе может бороться с джаггернаутом на равных ну окей нормально я бы взял бы драгон на это но и это неплохо к тому же тут есть вот такая тройная уже комбинация и о присоединяя подсоединяется к тайне в стилер сам влезает в любви его или в тайне в итоге такая массовая телепортация ну неплохо посмотрим честно по наборам героев мне сложно определить но вот так вот если со стороны мне кажется пятый класс так у них больше шансов это уже них проще стратегия у поколения чудес ну не знаю я не уверен в ancient operation он был лишним здесь если они смогут защитить свои линии то в принципе не должно все получится но не уверен я у них не особо сильные линии spirit без ancient operation мало что сможет сделать я с другой стороны там есть виндрэнджер которая также есть у которой также есть огушение если битва будет рядом с деревом то там может быть уже двое огушение от earth spirit и виндрэнджер соответственно ancient operation тут уже не так уже нужен но с ним было бы значительно проще конечно может ли джекернау стоять в одиночку против никсаса сильно да может конечно с другой стороны еще и кентавр может стоять против и китавр не может стоять против в стиле рва себя просто его сожрет будет ли использовать здесь мог как же забавно выглядит как же забавно выглядит тайне с деревом на первом уровне вообще есть посреди статистику игры на high ranked уровне у тайне у него очень неплохие шансы он очень силен я вместе к знакомых которые играют на аваторском уровне опять же они часто берут тайне вот но это вообще сейчас одна из самых сигнатур один самых сигнатурных героев крайне силен так что в принципе я верю в эту связку самое главное это грамотная грамотный обзор чтобы всегда видеть где находится противник никто не использует смолк в агрессию никто не хочет идти как по классически все забирают руны богатства в своих лесах никто куда толком не заходит никакой агрессии ну вы замените кстати что находит возможно окушение хорошо он забирает руна великолепная игра никасасина главное что мы здесь не умер но он за это поплатится да это в того определенно не стоило отдает он как раз еще и первую кровь им на джиггернаут у керри очень противно еще и потерял все деньги хотя возможно он закупился перед смертью ну сомнительные движения ну кино руси жизни не будет я война вместе сразу же покупал бы топорик немножко постоял бы чтобы впитывать опыт и потом уходил бы отсюда к ядреной матери ему его просто камня на камне от него не оставит стиллер это прямой прямая кандра ему сверху здесь стоит никс ассасин в одиночестве хотят его убить 1 5 тэнш это парейшн в центре получил уже ее ботал в одиночество и тени пока что его не особо хочет с ним стоять помогать ему все хорошо вин рейнджер как абсолютно равенство везде на всех линиях и на всех позициях на первом уровне почему-то стиллер скачал fist ну в принципе это уже неплохо если вы не собираются прямо сейчас убивать кентавра для того что здесь этот подходит он мог атаковать его и в процентах от здоровья забрать очень много здоровья вот две атаки он потерял 200 здоровьем то очень много тени я так понял от воды делать бесконечно дам специально для виспи делает от воды специально для тени очень хорошо никс взял руну богатство и пытается сбежать у него есть как карпа и статы оглушения так что у нее все хорошо должен здесь выживать сожалению не успеет вин рейнджер забрать себе аркейн рун сделал первых shadow шаман в нем руки чешутся наверное использовать сетку пока что несуразное делает or spirit and shit operation лучше бы и разу них как ничего не получается могли бы заметить что в одиночестве все это время стоял тени могли просто подойти убить его через три оглушения судно бездарная игра еще оглушением бывало только что никс ассасин пережил коут фит ну блин кажется не очень получается у поколения чудес основная проблема это спорты которые опять же просто стоят на месте очень много здоровья кстати потеряла вин рейнджер она не качает шекл шот зачем-то она вкачивает до конца винран хоть особых проблем и с этим не должно быть стене в плане ближнего боя достаточно было только в один хотя что просто отбежать от него дальше макси шекл шот чтобы усиливать связку с саппортами влетает опять оглушение просто по двоим не кстати вовремя подгадает но к сожалению он тут умирает куцит все-таки сработал замедление прошло доверить своего саппорты поколение чудес но какой ценой они могли бы сделать значительно больше так они забирают весь опыт джиггернаута давайте посмотрим почти пятый уровень у джиггернаута а у никса на 2 далки они его очень хорошо держат сторонке не получает он опыт но все равно проблема не не все даже если он бы зарабатывать деньги он не был бы ключевой проблемой самое креугольный камень стратегии 5 класса это именно тайне если у него будет все плохо то и все команды будет плохо надо было сразу поиспользовать дабл дэмэдж чтобы он нес бы в два раза больше урона неожиданно пожалуйста как же много здоровья теряет здесь тине только что он вкачал а не угадал к сожалению неки попал бы убил бы умирает здесь эншин парешина конечно совершил ротацию но в одиночку распирит его не поддержал и тут просто вы все поймали и убили кстати никса сайтин пришел тоже вниз решил просто не бороться с джиггернаутом понял что ему там жизни не будет что там с кентавром спирит возвращается кентавр нормально так зарабатывает денег у него уровень такой же как у вас стилера и деньги есть уже скоро будет ранки у бутс странно что ему в эту жизнь вообще жить вообще разрешают забавно что вообще способность вот три граб там кидает дерево ворот не работает на нее гарантированно сюда попадает так доминирует здесь явно тени как видите он раньше это при том что у него не особо помогает и он второй уровень взял боту но не особо им пользуются наконец-то уже начал страдать здесь кентавр должен был еще раньше умирать здесь прям с первых уровней если бы вкачал бы open lounge раньше василер он дому должен был умирать никс ассасин забирает уже две баунти руны сейчас очень хорошо не получилось саппорта убить тени остается в поле 70 здоровья думаю очень обидно для саппортов неудачный принципе ротация со стороны р спирита яншин товарища на это центре не стоит даже опыт никто не впитывает никсасин подымается наверх как раз там крипы подходят к его башни так что он пытается как то учить за это опыт он в мое что не пошел иначе вы на него просто выберешь чтобы джиггернаут использовал тимой тут они не кстати умер бы он всего лишь третий уровень вот опять же что это было только что то есть он только что сделал грамотное движение что не пошел прямо на джиггернаута без крипов а теперь когда подошел башня ну ошибка устал видимо человек я не знаю детская ошибка ну мало-помалу догоняет неки но этого недостаточно опять умер никасасин уже второй раз подряд сразу репортировался сразу умер вообще странно почему так мало добитых крипов у и стилера неужели ему так сильно меняет барбекю ну тогда могу поздравить что он очень неплохо играет я когда за их за это линии не слежу но по всем показателям по всей теории доты вастиллер и шаду шаман должны уничтожить вастиллер о господи кентавра все-таки наконец-то поймали здесь тени пытаются на 5 какой-то бой дали оглушение заморожен код фита пытается уже убить и а но все-таки слава богу убивают еще и тени и добили и наконец-то грамотная ротация от саппортов убийство двух героев это нужно было делать самого начала опять что это у шаман а нет не ворует кентавр во время подошел и отдает руну нет просто ее добивать что-то уж раман ошибся кентавр но за это что-то шаман расплачивается жизнью так что это прилет его не стоило ультимативной способности все еще нету джекернаута но она и без этого убивает никс ассасина не заметил видимо телепортации василера здесь р спирит его сразу же замедляют но личник лечение все-таки не хватило конус еще джекернаут не умер у нее 15 секунд до ультимаита и вам не хватило что убить но для того чтобы показать зубы думаю по ней нормально было бы коутфит используются на тени на нем не срабатывает при этом еще и тени не снижает башню хорошая работа 1000 монет осталось кентавр до блин тагера после этого игра радикально изменится небольшое преимущество в сторону поколение чудес две тысячи монет по опыту и и по деньгам джекернаут молодец уже почти собрал бату фьюри после этого можно спокойно пойти и быстро зарабатывать деньги в лесу ему надо подумать как сделать как стать максимально эффективным против тени думаю здесь очень сильно не помешал бы бакинг бар вообще в перспективе на джекернаута чтобы как раз от избивать все эти способности противные тени пытаясь здесь убить ник сосать она да и вопрос убивает на месте ультимативная способность кентавра огромное количество оглушений и он без шансов умирает 400 монет осталось джекернаута да будет фьюри до пату фьюри то есть убили его в центре здесь еще и тени должны умирать но к счастью он вылечился с помощью святыней депортируется вся его команда кидают василера на ancient operation а василичу и руну забирает за двумя зайцами угнался и убил молодец джекернат во время успешно форме 91 крип 200 даже 150 монет до большого мяча точнее большого топора монет уже думаю он будет оставаться заживали здесь до конца заработать в это время подходит вайф стиллер и жидов шамана васильд значит путешествовать по всей карте но вообще он учит как он плохо фармит 56 монет при том что он стал над сильно легкой линии грамотное решение с его стороны пускай он оставит фарм профессионал в лице тени кстати он уже может купить блинг дайгер надо пойти в боковой магазин даже новый тени с новой способностью крайне силен появился не блинг дайгер может хорошенько так инициировать в какой-то тоненьких винд рейнджеры спиритов ancient operation of и прочих хотят 5 класс немного пройтись по верхней линии и убить кого-то хотели инициировать видимо в тайне но он инициировал сам в них и все разошлись с миром наверх пришел джиггернаут у него уже есть будет фьюри главное ему не заигрываться потому что его могут убить он не бессмертно не все лишь 1200 здоровья сетка хекс он умер мне кажется надо уйти все это лишнее ультимейт хорошо хорошо просто отличная работа джиггернаут используя ультимейт убил его стилера невероятно шэдоу шаман здесь умрет но нет грамотно используя спирит камень и умирает здесь шэдоу шаман здесь не ходит он будет заморожен код фита кому уйдет убийство до барракуди бар барбекю заслуженно не кстати использую ультимейт у нее есть оглушение он не мне попадает к сожалению и уходит виндренджер живой все-таки джиггернаут достиг своего уничтожен верхнюю башню до конца он пропушил свою линию умирает здесь шэдоу шаманы василия прямо под башню неужели прямо наверх заходит заходит наверх поколение чудес ничего не боятся прилетает все таки тени прыгает вся мою толпу используют все свои способности все-таки убивает убивая это что-то париж на но наказывают его за наглость его тоже убивают использовал тиммейт ник сосать на что убежать но прямо в бойдфьюри и умирает из-за этого использовал блин кентавр должен здесь один но к сожалению последний момент его задевает его раньше он умирает а так красиво могло быть заигрались заигрались поколение чудес невероятно что они дали ничего такого нахлево пока показывается смерть только кентавра что пускай ну я думаю сейчас цель номер один для команды поколение чудес это уничтожить этого центральную башню она дает очень много пространства для 5 класса думаю я вижу что это понимают ой инициация раньше то брешь на полный прокаст и убивает его на при этом они же добры что успел использовать ультимейт на тени он не может получить лечение сам умирает не стоя того убери и не что то брешь на за это тени и из поплатили своими жизнями и теперь спокойно без каких-либо проблем поколение чудес подходят и уничтожает центральную башню никто даже сопроверяется не ходит ник сосен ходит в невидимости него лес вайф стилер видимо хотят кого-то найти никого нету что-то сам они из центра видимо хочет пойти поближе и использую ультимейт чтобы уничтожить башню расходится вся команда на бот заходит чтобы попытаться убить что-то ушам она как попытаться просто убить шедов шамана саппорт к сожалению такое не может пережить очень агрессивный вард поставили поколение чудес здесь чтобы видеть что происходит на базе противника убери джекернаута до инициация тени блин к его ничтос и все умирают джекернаута не пешал был бакин бар манта стоял ну можно но это не тот предмет который нужно было прямо сейчас собирать мне кажется ну ладно посима то стоял нужно точно собирать букинг бар сейчас почти в каждой на джеке каналы собирают ботов юри я был мастер по инициация промахнулся сначала промахнусь от тени но потом в же в ловушку павлот кентавр и умирает от этого убили и он и при этом платится за ошибки свои керри саппорты команды 5 а ходит виндрэндж у нее уже есть monkey king bar огромное количество урона он наносит просто уходит в стилер ничего не боится тени оставляет одного он против все команд находится есть хотя бы одно оглушение всей команды хватило урона для того чтобы убить учитывая что стратегия этой команды как раз строится вокруг тени думаю его убийство это достаточно и резкий повод для того чтобы начать пушить чем команда и занимается и тут по последней внешней последняя внешняя башня команды 5 класс при этом сильно пытается разменяться идет сверху чтобы уничтожить башню кентавр решил его немножко остановить показать ему эй парень мы тебе не дадим этого делать и просто оставляет уходит василлер сдается возможно потому что там кто-то еще есть но нет шедов шармон кстати тоже подходит наверх видимо хочу проверить кто там находится используя свою ультимативную способность убить башню который будет 200 здоровья это честно говоря ошибка нельзя настолько бесплатно отдавать свой ультимейт на использовал инициировал в него кентавр еще еще парейшен использую ультимейт попадет и эта смерть что-то у шамана отличная работа пытается еще поймать и он здесь один снег с ассасином никс ассасин они не видят внутри него еще его и стилер они об этом не знаю да не знаю что там есть никс ассасин вовремя очень тайминговый ультимейт листан от них с ассасина умирает джиггернаут еще и кентавр здесь должен умереть нему идут здесь использовать blinktacker потому что не висит урна постоянно сбивается как же он тут живет вся команда за ним гоняется но все-таки умер к сожалению такого не переживают а здесь еще и вас еще и ир спирит умирает нет выживает но в новом случае когда заигрались поколение чудес они отдают все свое преимущество видите небольшой камбэк произошел еще и вин рейнджер умирает сверху в одиночестве кончета прессина 5 умирает при этом еще и и святилище использовал что происходит поколение чудес поколение чудес против 5 лак а класса apple мастер название стрима вообще есть но это просто полный провал произошел камбэк вы сами видите поколение чудес посыпались сначала было игра в одну калитку но все теперь это будет равная игра все потому что расслабляться нельзя все так убили убили здесь и о еще и тени здесь должен умирать не работает на него оглушение оглушение отомстили убили тени убили виспа не нужно как можно ближе подбираться к центральной башне чтобы уничтожить все внешние строения очень много денег пытается убить здесь рошана новогоднее настроение поэтому он раздает всем подарки видео эгиса сто процента будет забирать джиггернаут у него мало здоровья сейчас ему все-таки нужно собрать букинг-бар без букинг-бара здесь вообще невозможно играть отличный ультимейт в никс ассасина он здесь должен умирать вообще бог хорошо если они еще убили бы джеки его все ранее вы убивает отлично это идеальный повод есть и эгис легчайшие два убийства которые ничего не стоили им нужно просто подойти в центр уничтожен строение вероятно даже зайти наверх если не печат его это будет полный провал со стороны 5 класса но нет он выживает использовал хилинг вард джиггернаута что вылечить себя и своих союзников соу и снизу пушат тени и компания лучше уж это шамана нет ультимейта и тени сейчас скоро возвращаются ли секунете не осталось все-таки это будет размен сторонами как по мне но учитывая что тени у него есть дерево которую не хочет брать берут же перед как только он его возьмет будет проще но тени здесь должен умирать да у него почти не осталось здоровья здесь умирает что душа мазис тоже умирает в центре убили башню надо им уходить пушите него как но вся команда использовал выкуп 50 есть же просто не хочет уйду уничтожить мечников он их убил но какой ценой должен здесь умирать к сожалению почти убил шедов шамана но ему немного не повезло он прыгал не по тем по кому ему надо было аегис потерян возможно команда сможет его как-то спасти но там нету почти всех отличное оглушение нужно было использовать репорт он просто идет вперед нет у него телепорта он убил шедов шамана боб очень хорошо если он еще убил бы тени ой виспа но к сожалению до него не дошел но хоть с кем-то разменялся уже неплохо за только что эти не получил деньги за серию убийств гернаута аганим собирает x assassin очень хороший предмет здесь неплохой в итоге размен глобальные в пользу естественно поколение чудес здесь умрет конечно и что парейши неплохой ультимейт он успел дать получу оглушением по кентавру должен здесь умирать не ксасин да он умирает отлично глобальный размер естественно пользу поколение чудес они уничтожили главный барак на центре который принадлежит воинам ближнего боя еще и убили вай стиле рассыпется 5 а класс нужно им собраться потому что у них толком ничего не получается пока что еще есть возможность победить потому что она потерянная страна ничего не значит мелочи у них есть и некоторые за секунду уничтожает любое строение сему и соответствующая поддержка инсирует здесь в тени он должен здесь умирать против же гернаута не попрешь его спасает висп и о и его здесь конечно умрет но что он спас своего керри жизнь саппорта не так уж и важно умер здесь дюкбокс все-таки не до конца он не такой уж он хороший джек мастер к сожалению от такого вернуться невозможно 12000 монет преимущество за поколение чудес все-таки они вернулись себе то тут положение когда они могут делать на карте все что угодно но тем не менее все равно одна ошибка одной ошибки достаточно того чтобы игра перевернулась потому что у 5 класса есть два игрока основной позиции с хорошим потенциалом так что все возможно никсасин используя очень странный форстав просто не пытаюсь здесь уйти очень вовремя использую blink dagger in ranger дал оглушение по никсу ассасину и он умер теперь это битва 5 на 4 никсасин мертв это идеальное время для того чтобы уничтожить верхнюю верхнюю башню майкл джексон исполнение винд рейнджер лучший талант в игре здесь умирает еще и а теперь тени не такой уж и сильный без ее использовали хилинг вард shadow шаман использовал серпент варды снизу это уничтожило башни коллективу на другой стороны его теряли бараки и солист только два основные основные позиции у команды 5 5 класса из умирать тени пути нету выкупа если не ошибаюсь да у нее нету выкупа он уже выкупался также сама в стиллер умер вас или отключился так гудгейма поеда 5 класс проиграл поколение чудес все-таки на классе смогли обыграть своих противников они проходят дальше по турнирной сетке их противников мы узнаем уже довольно таки скоро поздравляю вы очень хорошо играете а 5 а класс я вам приду хай не расстраиваться ребята нужно больше играть вместе больше стратегий больше идей и больше коммуникации чтобы совершать меньше ошибок как бы мы это турнир далеко не последний так что мы вас ждем играйте вместе и тогда все вам будет по плечу и по зубам ну что ж спасибо что были со мной мы уходим на небольшую паузу оставайтесь с нами вероятно сегодня матчи уже закончились но если еще что-то будет то мы продолжим всего хорошего друзья